Я не знаю, от этого вида просто кайфую, я настолько впечатлен, вот, и я рад, что попал именно в это время на Куянинский лиман. Я сегодня посмотрел видео одного из своих подписчиков и очень сильно вдохновился, вдохновился теми видами, которые он нам показал. Сережа, привет! И сегодня я решил для вас показать тоже небольшое видео, где я покажу вам Куянинский лиман с красивым видом. Вот, в принципе, он уже сзади меня, так что можете наблюдать, можете смотреть, я думал, что вы немножко кайфанете от таких видов. Солнышко такое приятное, оно не сильно больно глазу, и когда смотришь туда, очень вообще красивенько все, да? Вот, видите, как красота, такая дорожка там нарисовалась, очень красиво, дорожка солнечная, я имею в виду. Вот где она, классный вид, кайфуйте вместе со мной. Сразу, когда попадаешь на лиман, здесь есть такой специфический запах, запах болота. Не знаю, кому-то он приятен, кому-то нет, но он есть. Сейчас пройдемся с вами, посмотрим, как Куянинский лиман после зимы, насколько он наполнился, потому что часто, когда уже конец лета, или даже осень, Куянинский лиман очень сильно пересыхает, высыхает, и то есть концентрация соли, в принципе, в нем и меняется. Да, сегодня посмотрим, как Куянинский лиман на сегодняшний день чувствует себя. Кстати, сегодня 3 мая, 3 мая, мы идем вечером, сейчас по времени, ну, часов 8, 8 вечера. Если хотите застать такие виды, в солнечную погоду, когда не пасмурно, в принципе, можно сюда попасть в 8 часов вечера, и как раз вы пойдете на то время, когда можно пофотографироваться, потому что в это время как раз все едут фотографироваться. Очень классно, когда солнышко такое еще кругленькое, чистенькое, попадает на воду, от воды отзеркаливает, то есть и многие фотографы от этого кайфуют, и получаются крутые, классные фотографии. Как вы видите, здесь очень много камышей, да, несмотря на то, что большая соленость, но камышей здесь достаточно много. В принципе, я думаю, после зимы здесь, видите, вон камыш тоже, я когда-то был, приезжал и снимал видео свое первое, то я вам показывал, что камыши были, и они совсем даже, видите, сейчас они пересохшие, а тогда они были такие зелененькие, да, потому что то было лето. Но вот камышей достаточно много, там птички обычно чирикают, кстати, можно услышать, да? И вот такая вот красота, вот это мы попали на самые красивые виды, когда здесь бывают на Куяльницком лимане. Ну вот так, когда идем, здесь такая аллейка есть, вон я оттуда спустился, сюда идем, и попадаем на Куяльницкий лиман. Людей, как вы видите, достаточно много, даже в это время, да, когда еще не так сильно тепло, хотя сегодня 20 градусов в Одессе, так что я пометочку, может быть, видео-то или превьюшку так и назову. Куяльницкий лиман, май 2021 год. Вот видите, машин, в принципе, раз, два, три, четыре, пять, там еще по пути две стояло, а там еще дальше три машины стоит, ну, людей достаточно много. Такой приятный бриз, аж такой я иду, и ветер задувает, и очень приятненько. И, кстати, запах болота здесь не такой сильный, потому что оно еще все не пересохшее. А водичка как раз набралась, и здесь приятные запахи, когда мы дальше прошли. Вот, кстати, вот эти столбики, которые я тогда снимал, я еще вон туда вот заходил, туда заходил, снимал, то есть эти камыши были без воды, там чуть-чуть буквально было, если еле доставало, то есть его так можно было пройти. То есть сейчас туда не пройдешь, и видно, что за зиму, то есть снег, потом дождь еще шел у нас здесь, да, в период, ну, вот так набрался. Водичка колышется. Я еще обещаю вам, что со своим знакомым приеду сюда покупаться, потому что, честно скажу, я ни разу не купался, но вот там щиколотки свои мочил, да. Но я думаю, что мы покупаемся, я вам покажу, и потом посмотрите, как кожу стягивает после этой воды, потому что вода очень соленая. Вот тут проводят фотосессии обычно, вот тут, тут, как бы, ну вот видим, что водичкой заполнилась. Это хорошо, хорошо для Куяльинского лимана, и помимо того, что хорошо для Куяльинского лимана, мы же понимаем, что здесь жило аквариумистов. Кстати, вон машины еще едут, здесь жило для аквариумистов, но сейчас уже нет, раньше было, да. Здесь когда-то водился, точнее, когда-то водился мотыль, да, сейчас только это яйцо Артемии, сама Артемия обитает, поэтому многие аквариумисты сюда ходили ловить, да, но так как сейчас запрет, оно попало, Артемия попала в Красную книгу, то есть запрет на вылов, то есть мы не имеем права ходить и вылавливать. Но для видео, я думаю, что Куяльник я сильно не разорю, если я вам для видео покажу, как я это буду ловить, потому что хочется вам показать, я одену костюм потом тоже, короче, видите, много тем связано с этим Куяльинским лиманом, я думаю, что я вам покажу, о, смотрите, как красиво, вот это вообще такая дорожка, видите, солнечная, обалденно. И я вам все эти темы хочу показать, я думаю, что это интересно, интересно, как корма ловится, интересно, откуда Артемия добывается, это один из тех источников, где раньше активно, обильно добывалась Артемия. Сейчас, к сожалению, имеет только ограниченный круг лиц, право на то, чтобы отсюда выловить Артемию и собирать яйцо Артемии. Яйцо Артемии обычно вот так, когда сильный порыв ветра, сюда надувает, и на берегу вот так можно собирать яйцо. Как раз солнышко уходит у нас полностью за горизонт, и вся эта красота постепенно исчезает. Но остается приятная атмосфера после увиденного, да, и может тут еще поставить шезлонг, посидеть, отдохнуть, полюбоваться видами. Слышим, как птички поют. Я вам так, для разнообразия контента, немножко отошли от темы, но немножко и по теме, потому что мы и поговорили про саму Артемию, яйцо Артемии и дальнейшие наши планы. А я так еще стою против ветра, и так приятно оно так в уши попадает. Блин, да я не знаю, здесь настолько приятно, настолько классно, настолько кайфово. Вам бы сюда, не знаю, очень красиво, очень классно. Но ребята, кто местный, как бы посещайте такие места, реально очень классно, и отсюда можно уйти с позитивным настроем, и с хорошим настроением, и дальше идти совершать свои аквариумистические подвиги. Вот как видим, как солнышко уходит постепенно. Субтитры создавал DimaTorzok Мы видели, как за пару минут буквально солнце ушло за горизонт, и вот такие вот впечатления, вот такие моменты, они немножко и радуют. И вдохновляют, да, вдохновляют на то, чтобы в аквариуме тоже создавать какие-то вот такие классные штуки, которые могли бы радовать. Да, все, что связано с водой, это реально вообще круто, это реально успокаивает, и вот такие закаты, они просто радуют. Субтитры создавал DimaTorzok